Итак, администрация Байдена за два года создала ситуацию, которую поколениями, работая на износ, американские чиновники, дипломаты, да и все, кто заботится о США, пытались избежать. Администрация Байдена своей безрассудностью и неадекватным поведением объединила Китай и Россию в союз против Соединенных Штатов, в союз, который могущественнее, чем Соединенные Штаты. Настоящее безумие. Байден сейчас рассматривает введение еще санкций против России. Ведь это уже так замечательно сработало. Еще одна контрпродуктивная политика, которая не принесла нам никакой пользы. Сегодня в Польше Байден ясно дал понять, что не заинтересован заканчивать конфликт. Смотрите. Жажда президента Путина к землям и власти не будет утолена. А любовь украинцев к своей стране восторжествует. Диктатор, желающий восстановить империю, не сможет подавить страсть людей к свободе. Жестокостью не сломить волю свободных людей. И Украина... Украина никогда не будет побеждена Россией. Никогда. Это все так глупо и лживо, и вам жаль людей по всему миру, которые настолько ограничены в потребляемой информации, что верят всему тому, что сейчас сказал Джо Байден. А вот Россия, очевидно, что цель администрации Байдена, это не вывод российских войск с Украиной. Неплохая ведь цель. А свержение российской власти. Так что для них это вопрос существования. И они решили приостановить свой крайний пакт по ядерному оружию США. Смотрите. Наши отношения, что очень важно, деградировали. И это целиком заслуга Соединенных Штатов. Они все-таки не глупые люди. Нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты. В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Это все происходит постепенно, но и очень резко одновременно. И это повлияет без преувеличения на весь мир. Может повлиять и на вашу семью. Крис Миллер, бывший исполняющий обязанности министра обороны, присоединяется к нам сегодня. Мистер Миллер, спасибо огромное, что пришли. Создание альянса между Россией и Китаем выглядит как конец власти Америки над существенной частью мира и как огромная угроза, перед которой меркнет то, что Путин наделал на Украине. Почему они это допустили? Они что, хотели, чтобы это произошло? Вы в курсе, в чем дело? Такер, сначала я должен спросить, Вивек что, только что анонсировал, что будет баллотироваться в президента? Я правильно все услышал в последнем сегменте? Да, будет. Это поразительно, я тут уже не так важен. Он, по моему мнению, ведь дал прекрасный план по внешней политике, к чему нам в ней надо стремиться. Возвращаясь к твоему вопросу, я должен тебе сказать, знаешь, президент, я должен признать, но знаешь, его спичрайтеры написали ему прекрасную речь, но знаешь, я с нетерпением жду его возвращения в Соединенные Штаты и посещения из Палестина в Огайо или посещения границы, и произнесения таких же речей там. Я иронизирую, Такер, и ты это знаешь, ведь я из поколения Икс, и я вроде Леттермана. Итак, моя идея в том, что мы тратим триллион долларов в год на оборону. И в своей книге я сказал, что вашу же дивизию нам надо вести себя иначе. Нам нужно вернуть эти деньги домой и потратить их здесь, в Америке, чтобы сделать ее сильнее. Твое замечание по поводу Китая и России абсолютно верно, но я смотрю на все чуть по-другому, чем ты и чем принято. Я считаю, что председатель СИИ и коммунистическая партия разводят нас, и неплохо на этом зарабатывают. Да, конечно, но военные и экономические союзы повлияют на нашу экономику, и ты, конечно, знаешь, что основная цель Китая — деньги, в смысле это бизнес государства. И если Китай и Россия — союзники, Китай дает... В смысле, Россия дает сырье, что делает китайский торговый блок гораздо больше, она ж гораздо слабее, разве нет? Да, с границей в две с половиной тысячи миль между Россией и Китаем, и такой фокусировкой России на Украину и Запад, я считаю, что китайская коммунистическая партия сейчас потирает руки. Лучшего и пожелать-то нельзя, так как ты лучше меня знаешь, что их природные ресурсы весьма ограничены, и все они находятся на севере. И мой ответ несколько нестандартен, но я считаю, что китайцы играют в долгую. А у нас, знаешь, как ты уже освещал в своих передачах, а наш горизонт так короток, и нам надо... И вообще-то Вивек говорил то же самое. Нам нужно смотреть на дистанцию, и думаю, что, возможно, китайцы весьма неплохо разводят нас обоих. Конечно, разводят, как всегда, и мы им позволяем. Крис Миллер, спасибо, что пришли к нам сегодня. Спасибо за приглашение. Вопросы правда серьезные. Спасибо за твою жесткую журналистику. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok